Представляем вам больного 35 лет. Наследственность не отягощена. Закончил среднюю школу, много лет работал водителем, злоупотреблял алкоголем. Собственной семьи никогда не имел. Впервые психические расстройства обнаружены примерно за полтора года до настоящей беседы. Стал беспомощен, нарушилась речь, появились нелепые высказывания и поступки. Юрий Николаевич, что так неудобно сидите? Присаживайтесь, чувствуете себя удобно. Неудобно сидеть. Неудобно сидеть? Ну, сядьте поудобнее. Мешает. Чего мешает? Вы мешаетесь. А? Вы мешаетесь. Что мешает? Вы. Я мешаю? Да. Да я не мешаю, пожалуйста, садитесь как хотите. Как хотите, так и садитесь. Ну, вы там сидите. И мы между вами. Между нами сидите? А зачем между нами садиться? Ну, тогда вы сидите. Так, ну, хорошо. Юрий Николаевич, пожалуйтесь на что-нибудь. Что-нибудь болит? Голова болит. Где? Голова болит. Где болит-то голова? Голова болит. Голова болит. Так, а руки болят? Нет. Ну-ка дайте мне ваши руки. Нормально все с руками? Да? Ноги болят? Нет, у меня не болит. Ноги не болят. Живот болит? Нет. Не болит. Ну, хорошо. Юрий Николаевич, сколько вам лет? 27. 27? Да. А в каком году вы родились? 59. А сейчас какой год? Какой у нас сейчас год? У нас... М? 69? Нет, сейчас какой год? Ну, не знаете, какой год сейчас? Я вам скажу, 1994. Нет. Сколько же вам лет? Если вы родились в 59-м году, а сейчас 94-й, сколько вам лет? 40 лет. Да. Так сколько вам лет? Что, а мне... 28 получилось? Да. Да нет, если от 94-х отнять 59-й, то получится больше. Получается 35. Может быть, вам 35 лет? Нет. Нет? Что, слишком много? Ну, ладно. Юрий Николаевич, кем вы работаете? Работал. Да. Кем вы работали? Водителем. Водителем. Чего водили-то? Машину. Какую? Грузовик. Грузовик. А почему сейчас не работаете? Ну, хотел, значит, работать. Вы можете сейчас водить грузовик? Можете? Да. Как это делается, знаете? Да. Что-нибудь есть, чтобы вам помешало работать? Можете вы... Есть какая-нибудь болезнь, которая помешала вам работать? Нет. Вы здоровы? Да. Совсем? Да. Считать можете вы у нас? Ну-ка, сколько будет, если от 100 отнять 7? От 100 отнять 7? Да. От 100 отнять 7? Это будет 25. Нет, неправильно. Нет. Если от 100 отнять 7, то будет не 25, будет гораздо больше. 24. Ну, не будем считать. Ладно, это для вас слишком сложно. Так. А... Юрий Николаевич, можете мне сказать, что тяжелее? Килограмм пуха или килограмм гвоздей? Конечно, пух. Что тяжелее? Килограмм пуха или килограмм гвоздей? Конечно, гвоздей. Так пуха или гвоздей? Гвоздей. Да? А люди говорят, что они одинаково весят? А? Как вы считаете? Гвоздей. Все-таки гвоздей, да? Ну, хорошо. А что-то вы так невнятно говорите. Ну-ка, мне четко-четко скажите. Повторите за мной. Сыворотка из-под простокваши. Сыворотка из-под простокваши. Ну-ка, еще разочек. Сыворотка из-под простокваши. Вот так вот, да? Как-то язык не слушается. Ну-ка, язык мне покажите. Ну, сильнее, чтобы я видел. Высуньте язык, язык, высуньте как следует. Ну, вы рта не раскрываете. Не можете мне высунуть язык? Ну-ка, высуньте его сюда. Покажите мне язык. Вот так вот. А лучше не получается, да? Нет, лучше не получается. Ну, хорошо. Так, ну-ка, надуйте щеки мне. Вот так вот надуйте, как следует щеки. Нет, вот так парусами. Ну-ка, надуйте щеки. Нет, это не то. Не получается. Не так. Чтобы они вот так надулись воздухом. Ну-ка. Нет, это сам надулся, а щеки не надулись. Все, хватит. Не нужно этого. Так. Ну-ка, еще. Кончиком пальца до кончика носа прикоснитесь, пожалуйста. Пальца до кончика носа. Да, да. А теперь рукой возьмитесь за ухо. Рукой возьмитесь за свое левое ухо. За левое ухо, да? Да. За левое... Можете отпустить нос. Нос отпускайте и беритесь за ухо. За левое ухо, да? Левое. Левое. Да. А где оно левое-то? Левое, оно там. Где? Ну, сзади. Сзади? Ухо? Да. Ухо-то разве сзади? Сзади ухо. Нет, нужно ухо. Где у вас уши? Уши ваши где? Ну, ты догадаешься... Левое-то сзади будет. Левое и слева, а не сзади. Получается, сзади получается. Ну, зачем же сзади? Ну, не будем, ладно. Ну, сложно так сложно. Зачем мы будем лишнюю эту работу? А писать-то вы можете, Юрий Николаевич? Ну-ка. Вот вам листочек бумаги. Я плохо пущу. Хорошо. Напишите нам свое фамилия, имя, отчество. Я плохо пущу. Все равно, попытайтесь. А вот рука-то это вам не нужна, да? Вот так вот. Давайте, пишите. Вышло? Да. Что написали-то? Прочтите. Лапшин Юрий Николаевич. Да? Ну-ка. Где здесь написано Лапшин Юрий Николаевич? Лапшин Юрий Николаевич. Написано все написали, да? Ну, хорошо. Так. Ну-ка. Кружок нарисуйте. Вот этой рукой. Вот так вот просто. Нарисуйте. Я вам подержу. Не надо этой рукой помогать. Вот так. Кружок нарисуйте просто. Круг. Где? Ну, бумаги. Есть. Ну, где-нибудь. Круг нарисуйте. Побольше кружок. Ну, как-то неровно. Побольше. Большой, большой. Пониже нарисуйте. Здесь в центре нарисуйте большой кружок. Большой. Большой. Ну, это вы маленький нарисовали какой-то. Больше. Да. Еще больше. Ну, хорошо. Ладно. Уж как получилось, да? Больше никак не получается, да? Ну, хорошо. Юрий Николаевич, вы все правильно сделали. Никаких ошибок не допустили? Нет. Так какой сейчас год? Запомнили? Нет. А? Нет, не запомнили. Не запомнили? Ну, какой? 34-й, 54-й, 64-й или 94-й? 94-й. Вроде 94-й. А месяц какой? А не знаю. Совсем не знаете? Ну, хотя бы весна или осень? Весна. Начало или конец весны? Да. Или осень, может быть? Осень, осень. А может, зима? Нет. А? А может, лето? Нет. Так что, какое сейчас время года? Осень. Осень. А месяц? Начало или конец осени? Осень. Начало или конец? Ну, вы не знаете, что осень. Знаете, что осень? Ну, правильно. В общем, действительно осень. Действительно осень. Осень 94-го года. Сейчас октябрь. Так. Так. Ну, так язык мне сможете показать, Юрий Николаевич? Вот. Хороший язык. Так. А теперь еще раз разочек. Рукой до уха. За ухо. Рукой дотроньтесь до уха. Это где ухо-то? Ухо у вас где? Ухо? Да. До ухо. Нет, это не ухо. Как называется это? До чего вы класснулись сейчас? До ухо. Угу. Ну, перепутали. Точно перепутали. Что-то другое. Что я сделаю? До ухо. Это нос. А, до ухо. А ухо вот. Правильно. А ухо вот. Так. Ну что, совсем не знаете, как предметы называются. Вот это как называется? Ключи. Ну-ка. Ключи. Ключи, правильно. А это как называется? Ухо. Ну-ка, пачка. Ухо. Ручка. Да. Ручка. Правильно, совершенно. А это как называется? Бумага. Бумага. Значит, все предметы вы знаете. Можете ухо отпустить. Ага. Ну, хорошо. Юрий Николаевич, а кто ваш лечащий врач? Лечащий врач? Да. Ну, я не помню еще. Да? А как его зовут? Ну, не помню. А мужчина или женщина? Женщина. Женщина? А вот вроде сидит вот Игорь Борисович. А, вот. Знаете его, да? Вот ваш лечащий врач. Не узнали? Забыли его, да? Ну, понятно. Какие вы знаете месяца года? Ну-ка, перечислите мне все месяца года. Апрель. Нет, ну, первый месяц года какой? Не знаю. Так. Вот так вот. Ну, что ж. Хорошо. А как пальцы на руке называются? Знаете? Как называется? Запись. Нет, а вот пальцы как называются? Запись. А вот эти. Сколько у вас пальцев на руке? Сколько пальцев на руке? Пять. Пять. Как они называются? Запись. Ну, вот о каждой в отдельности. Вот этот палец, знаете, как называется? Фаланги. Фаланги. Вот какие вы сложные слова даже знаете. Ну, понятно. А про машину все знаете? Машину, да. Ну, как вот, вы как сядете на машину и как поедете? Что нужно, чтобы завести машину? Расскажите нам. Зажигание. Включаете зажигание. Так. Зажигание. Зажигание. Заводите стартер. Да. Так. Да. Зажигание. Ну, уже зажигание зажгли. Так. Дальше что? Включаю передачу. Так. И трогаюсь. А как тронуться-то? Она что, как только вы включили передачу, она сразу и поехала? Нет. А что нужно? Включаю передачу. Так, включили передачу. И дальше что? И поехала. А как поехала? Она же на месте стоит. Нет. Включаю передачу. Она прямо на передаче сразу поедет? Нет, или вперед, или назад. Или вперед, или назад. Ну, включил вперед. И что дальше? Еще что-то нажать нам нужно? На глаз. На глаз. И уже тогда поедет? Да. Значит, вы хорошо вывезете машину, да? Не запутаетесь, если сейчас сядете? Юрий Николаевич, так есть у вас какая-нибудь болезнь? Или вы здоровы? За здоровьем. Вот я тут сейчас все у вас проверял, вопросы какие-то задавал. Вы все правильно ответили? Да. А никаких ошибок не допустили? Нет? Нет. Расстройство у данного больного составляет картину тотального слабоумия. С грубым расстройством абстрактного мышления и памяти, дезориентации в месте, времени. Больной не понимает инструкции врача, беспомощен. В то же время сохраняет некоторые профессиональные знания. Тотальное слабоумие может быть проявлением опухолей мозга, прогрессивного паралича и дегенеративных заболеваний, которые обычно начинаются в значительно более позднем возрасте. Точный диагноз может быть поставлен после дополнительного обследования. Неврологически не было выявлено какой-либо очаговой симптоматики. Сухожильные рефлексы живые, одинаковы слева и справа. Ахиллов рефлекс вызвать не удается. Наблюдается отсутствие реакции зрачков на свет. У больного резко выражены дезортрия. Эти неврологические признаки более всего соответствуют диагнозу прогрессивный паралич. Компьютерная томография также не позволила выявить объемного образования в мозге. Окончательный диагноз позволили поставить резко положительные реакции Вассермана, положительные тесты РИФ и РИФТ, данные исследования Ликвара, где были обнаружены плеицитоз и нарушение соотношения белковых фракций в сторону повышения глобулинов. Проба с коллоидным золотом реакции Ланге, которая при прогрессивном параличе обычно дает специфическую паралитическую кривую, у данного больного была лишь слабо положительной, что, впрочем, не может отвергать диагноза прогрессивный паралич.